привет меня зовут марина и вы слушаете пилотный выпуск подкаста не без дела в этих подкастах я буду знакомить вас и себя с мастерами ручной работы мы будем беседовать о том как они живут как работают и как докатились до такой жизни сегодня у нас гостях аня жильцова жиши она продает проектные сумки которые сама шьет носочную пряжу которую окрашивает тоже вручную я не знаю куда это пойдет в общем у меня еще давно были мысли брать какое-нибудь интервью вот но хотелось брать у визуальных людей а потом подумали вот и почему бы не брать у всех подряд и поэтому здесь ты это у всех кто занимается рукоделием и именно кто продает ну и достиг чего-то в этом да чтобы это было типа полезно первый раз я точно это залью в инстаграма на youtube а почему бы и нет но я подумала если я залью это подкасты да но вот кто из инстаграма пойдет да слушай мне если скажу что никто я вот не пошла бы поэтому несмотря на то что инстаграма youtube создана картина ты решил сломать систему да вот я хочу сделать ну вот ты можешь фото котов ставить просто слайд шоу вот можно да я твою фоточку ставлю с котами вот короче непонятно что из этого получится я хочу попробовать посмотреть понравится это мне или нет я буду все время ржать думаю это нормально отлично скажешь понравится ли это мне понравится ли это людям завтра я надеюсь мне еще получится помучить машу зайчишь не знаю знаешь ли ты или нет вот и с вас двух я начну или не начну я думаю что вот это и должно быть джинглом я начну или не начну ну и сойдет ты подготовила вопрос как интервьюер да я подготовила вопрос а есть варианты ответу ты шьешь да нет затрудняюсь ответить блиц интервью давай ты шьешь да много не считаю последнюю там неделю или нет даже нужно конкретнее ставить вопрос если вопрос ты шьешь да да или нет да да если зайти к тебе на сайт то можно там увидеть проектные сумки пряжу носочную блокнотик так чехол для спиц ну да тоже к проектным сумкам пусть будет да описание там есть или нет да одна шапка там есть также было несколько нет а шаль которая нет только шапка там есть потому что я до конца еще не разобралась как сделать ну короче не суть но это нужно время я думаю все таки основное это пряжа и проектные сумки да что было первого восьмого августа прошлого года я недавно посмотрела можно было поздравить совсем недавно да да короче годовщины недавно у меня был универсари у меня было годовщина у меня недавно был праздник скажем так что вот год назад я впервые выставила сумки на продажу а пряжа у меня появилась наверное поздней осенью по-моему ну года еще не прям только-только начала и все пошло конкретнее куда пошло что пошло в люди всем сразу понравилось не не ничего из того что я сейчас продаю не замышлялась как ага сейчас я это сделаю буду это продавать сколочу миллионы такого не было и сумки и пряжу я делала изначально исключительно для себя без малейшей задней мысли чтобы это продавать то есть мне просто это интересно то есть ты попробовала вот классно вот шить себе проектную сумку а потом вот я шила очень много плохих проектных сумок кривых неправильных неудобных очень много уже продала я их выбросила вот мне кажется их бы раскупили с большой скидкой вообще только так нет у меня есть концепция не ничего с моим именем не может быть плохим кривым и так далее вне зависимости от жены а уж эти перфекционисты не я не перфекционист вообще далеко ну то есть мне кажется что это неправильно ну я с тобой согласна я тоже не могу допустить что будет какой-то косяк даже если эта вещь будет бесплатно отдана если к этому ты причастна то это твое лицо сделать вид что это не мое ну ладно может быть тогда можно а если сознательно то нет у меня есть как бы можно так сказать не знаю небрезгливые друзья вязальные которые у меня бывают что я ошиблась в покраске пряжи нечаянно у меня ушло там на три миллиметра что-то в сумке шов не так пошел я спрашиваю вот у меня есть ошибочное ты хочешь он говорит я хочу я отдаю и все ну то есть продавать ни за одну копейку я это не буду вот чтобы не было обидно о прожитых днях часа ну в часах потраченных на работу и чтобы хоть как-то кому-то это служило в большинстве случаев люди говорят что они так и не поняли в чем там была ошибка ну да 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 но я то знаю поэтому вот да это точно бывает ну видишь мне опять унесло да унесло это зависит но я помню о чем мы говорили как люди стали покупать почему ты стала в итоге это продавать в таких больших а я количествах не знаю как и почему покупают люди не знаю правда я не могу сказать нет я понимаю примерно механизмы воздействия на людей и так как я склонна верить что люди все-таки в большинстве своем все понимают осознают ну короче умные что люди умные вот я думаю что все эти дешевые фишки что вот купи прямо сейчас это не прокатывает. Именно вот это вот, ой, у меня осталось последнее, возьмите скорее сейчас, сейчас её точно не будет. Нет, это не про меня. У меня часто остается последнее, я не успеваю заметить, как оно остается последнее. Мы как бы... Прыдаёшь её пяти людям, да? А потом шьёшь ещё. Нет, 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 такого у меня не бывает. Но, кстати, сайт у меня несколько раз продавал одновременно нескольким людям. И это большие проблемы. Ну, это отдельная тема вообще. Я делаю, потому что мне нравится. Я делаю всегда с той мыслью, что окей, я сделаю, потому что мне очень хочется это попробовать. Вот именно так шить, именно так покрасить. Если это не купят, я найду, куда это пристроить. В конце концов я свяжу эту кучу носков. Это беспроигрышный вариант. Я готова вязать носки до гробовой доски. Это будет наш слоган. Носки до гробовой доски. И сумки, ну... Всё-таки это относительно универсальная вещь. Ничего там такого прям специфического я не шью. Я смогу их подарить, как косметички люди смогут ими пользоваться. Вот. Ничего страшного я не вижу. В том, что что-то не путят. Ну, то есть, в итоге-то суть вопроса так и прошла мимо. Как стали покупать? Сами. Ну, то есть, это вышло само собой или нет? Ты здесь шила сумки для себя. Много 8 августа прошлого года ты впервые сшила сумку. Нет, я не впервые сшила сумку. Я впервые сшила несколько сумок и предложила людям. Людям. Всё очень просто. Мне хотелось сумку такой расцветки. А сумка эта вещь маленькая. А ткани много. А ткани много надо купить. Вот. Вот как это произошло. И я поняла, как мне выйти вновь. И, возможно, что-то заработать. То есть, это не... Ну, это не было бизнес-идея. Ну, то есть, случайно. Ты сшила для себя? Нет, нет. Ну, естественно, когда я сшила, я понимала, что я шью несколько сумок, что мне не нужно там 4-5 одинаковых сумок, что я их предложу. Когда-нибудь, рано или поздно, они продадутся. Ты предложила, людям понравилось. Ну, люди согласились. И с пряжей носочной то же самое? Да. Ну, то есть, так вот. Просто случайно, по сути, повезло. Носочная пряжа, она пошла в тот момент, когда мне очень захотелось попробовать именно носки красть, когда... Я пробовала разную пряжу красть, не носочную. Я начала не с носочной, я хотела шали, ну, на шали себе. Но у меня же насмотрелось ну, вот этих вот англоязычных. И поняла, что в аксессуарах мне очень нравится вот это вот всё рябое, разноцветное, потому что одеваюсь я монохромненько обычно, и хочется чего-то эдакого. И думаю, вот, классно, нужно разноцветное что-то такое. Посмотрела цены на то, что у нас есть, посмотрела составы и поняла, что короче, моя главная ошибка была в тот момент. Я думала, что пряжа секционного украшения дорогая. Красила то, что у меня есть, я пробовала. Я пробовала разные красители, начиная от самых дешёвых, естественно. Все же начинают всегда с самого дешёвого, потому что, ой, ну ладно, тогда я потрачу немного денег, и как бы это будет не так обидно. Если мне не понравится, ну и ладно, выкину эту пряжу, потому что испорчу. что на этом всё, я поняла, как работает с цветами, но поняла, что этот краситель не годится. И стала читать. Ну это же как, и во всём ты сначала начинаешь, ну покупаешь за 100 рублей, потом за 150, потом за 200, и потом тебе уже и за 400 нормально, и за 500, как бы всё устраивает, да? Потом ты уже дешёвый не можешь брать, только с дорогой, только самое лучшее. Ну когда ты распробовал, да, уже, ну как это, ну как это всё, я уже знаю, что может быть хорошо, зачем мне плохо, собственно. Мучаются лишние часы. Да, да. Вот. И потом я уже потихонечку начала, вот я заказывала, почему я носочную пряжу начала продавать, даже была самая история, я нашла на иностранном сайте, где можно заказать вот эту базу, это называется база, то, что ты красишь, но я хотела себе, естественно, только, но там не бывает таких объёмов, а мне столько не надо, то есть для меня это было дорого, и я подумала, что я сделаю просто по той же самой схеме, что и с сумками. Я возьму, часть оставлю себе и часть предложу девочкам, кто-то там захочет и купит. Вот так вот всё и получилось. То есть у меня не было, что это стартап, дайте мне, пожалуйста, срочно там полмиллиона рублей, я заработаю вам пять миллионов рублей, и это не было... Короче, путь к успеху идеальный просто самый, делала для себя. Ой, ну вот это вот, вот успех, это вот где, где мерила успеха? Ну, вот в чём успех, где критерии, как узнать, успешный ты или не успешный? Ну ты сама как считаешь, вот это классно, что твои сумки пользуются популярностью, твоя пряжа тоже пользуется популярностью? По сравнению с чем она пользуется популярностью? почему-то чем-то сравнивать. Потому что всё познается в сравнении. Ну, этого достаточно должно быть для тебя. Это плохо звучит. Должно быть достаточно для тебя. Нет, ну как бы сравнивать себя с какими-то другими. Нет, я никогда себя не сравниваю, но просто успех для моего масштаба наверное успех, не знаю. Для меня успех это если меня всё устраивает. На данный момент меня всё устраивает. Ну, практически всё. Мне очень много чего хочется и мне не устраивает, что я сейчас не могу этим заниматься в полном объёме. А в остальном, да, меня всё устраивает. Ну, то есть я просыпаюсь каждый день с чётким осознанием, что мне сегодня нужно много работать, и что я хочу много работать. Вот это, да, для меня успех, ну то есть мой личный. У тебя есть работа и ты ей довольна. Да, это вот то, что делает мне честным человеком. Практически иногда можно сказать, что будет очень грустно, если в конце концов случится так, что либо это перестанет мне приносить радость, либо я всё ещё буду хотеть этим заниматься, но то, что я делаю, не будет пользоваться никаким спросом. Вот это будет, да, горе. Да. Тогда придётся куда-то бечь, что-то делать. А в какой момент у тебя появился сайт и почему ты решила, что он уже нужен? Ну давай, давай, я знаю, это больная цель. Давай. Я вижу по улыбке, что тебе есть что сказать. Жги. Сайт у меня появился в ноябре, если я не ошибаюсь. Вот. Если бы это стоило меньше денег, то он бы появился у меня намного раньше. Но мне было жалко денег. Я вообще к деньгам сначала своего вот этого типа бизнеса начала относиться вообще по-другому. Совершенно по-другому. Если я раньше деньги измеряла в деньгах, то теперь я деньги измеряю в сумках, в пасмах. Сколько я могу купить пряжи на это и покрасить её? Сколько я могу купить краски? Сколько я могу купить ткань? Реально так и есть. Когда я покупаю что-то в магазине, я думаю, блин, это целых две сумки. То есть вот примерно у меня изменилась система исчислений. это в какую-то сторону. Ну, наверное, да. Кто-то в долларах. Ну, короче, сайт стоил дорого, и я не знаю, сколько пряжи я могла бы купить на это и покрасить. То есть это не расценивало с точки зрения того, что я могу купить пряжу и сколько разных цветов накрасить. Мне же интересно, мне же хочется по-разному красить. Я хочу и так, и сяк. И мне всегда мало пряжи. Вот когда я крашу, мне всегда мало, потому что я хочу еще расцветок, еще хочу дать мне больше и таблеток от жадности еще пожалуйста на сырте. Ты при этом все это сама вручную делаешь, стираешь все сама. Ну, конечно, да. Развешиваешь. Ой, ну да, это все очень много. Короче, сайт у меня появился в ноябре, он бы появился раньше, потому что сайт очень сильно облегчает мне жизнь и облегчает жизнь части покупателей, потому что есть покупатели. Покупатели делятся на две группы, которым очень хочется потрындеть, очень хочется, и такие, как я, которым потрындеть, когда они что-то покупают, не хочется, они хотят добавить в корзину, в весь адрес, и все, и минимум коммуникации с незнакомым человеком. Чтобы все автоматически сделало, и не нужно было вот это вот спрашивать, а вот это, а вот это что? Ну, вот что-то, короче, до сайта было очень сложно для меня лично, потому что это переписка, ты постоянно ждешь ответа человека, ой, а я завтра, ой, а может быть послезавтра в этот момент тебе пишут другие люди, ну можно я, пожалуйста, уже вот это сейчас хочу вот это купить, а я как бы туда-сюда, нет, я, по-моему, не путала. Я не помню, чтобы у меня были конкретные какие-то ошибки, когда я через дирекцию это все делала, но... Нет, ну я имею в виду, что в принципе сориентироваться, когда ведется переписка с несколькими людьми и сразу переключаться с одного диалога на другой. Да, да, сложно. Но я запоминаю людей, в чем суть, у которых на аватарке красный цвет, я их почему-то всех помню. Я заметила, что если это лайфхак всем, если у вас на аватарке красный цвет, вас запомнят. Ну возможно, ты даже ответишь. Ну не надо так степать, я отвечаю всем, просто не сразу. Я очень редко захожу в директ, потому что есть почта с сайта, которая идет, есть почта, которая идет с инстаграма, а директ, он очень включенный, и он теряет... Ну есть остальные места, куда все приходит, а вот эти нелогичные... Логичные... Это как письма на почту. Мне очень неудобно общаться в инстаграме, крайне неудобно, потому что я могу только с телефона это делать, с телефона это очень медленно, неудобно, мне сложно прикреплять ссылки. Когда появится хороший мессенджер на компьютер, с инстаграм, наверное, мне будет намного проще в этом плане. Они, кстати, еще не сделали, да? Вроде нет. Ну, суть в том, что для этого есть почта. Почта не теряется, письма не теряются. Да, я могу в своем стиле тупить. Почта можно везде посмотреть хотя бы. Да, да. На все устройства. И вся переписка сразу видна. Я хочу сказать, что это чисто мои проблемы, конечно. Ну, нет. Я поддерживаю тебя. Мне тоже проще, когда это, во-первых, когда есть какая-то систематизация, что ты делаешь одни и те же действия, и тебе не нужно собирать по разным местам. Ну, это касается не каких-то именно там заказов или еще чего-то. А в любой работе, если есть какая-то систематизация, что ты берешь оттуда то, оттуда то, делаешь то и то, ну, это проще, чем ты вот собираешь по крупицам, с кем-то поболтал в директе, с кем-то поболтал в ватсапе, рассказал то. Ну, вот я даже не понимаю немного людей, которые рассказывают о своих ценах, о своих товарах в личке. Ну, реально, времени-то не жалко. Вот это копировать, все вставлять. Ну, нет, не жалко времени, потому что, скорее всего, ну, продажи, они ведь бывают разные. У меня продажи того, что я произвожу. И, наверное, это не для всех очевидно, что если я буду очень много переписываться, то мне некогда будет, собственно, работать. Я тебя ждала, наконец-то. Вот. И, собственно, почему я отвечаю очень долго? Потому что я работаю, у меня либо грязные руки, либо у меня, не знаю, горячий утюг, либо что-то еще. То есть, в этом проблема. То есть, людям, если бы я продавала то, что я перепродаю, я уверена, что мне было бы не проблема транзить со всеми в Инстаграме и на каждой ну вот эти производства занималась. Цена, вот эти цены, цена в личку вам скажу, но я не знаю, почему, что это за тайна такая цена, почему цена должна быть в личку. Мы никогда не узнаем, пока не встретишь лично такого человека. Может быть, они одним людям говорят одну цену, другим людям другую цену, или просто другого я не знаю. Не могу. Ну, то есть, в этом проблеме, если бы было время, конечно, я бы говорила. Можно в Телеграме бота подключить, который будет всем отвечать. Мне нет Телеграма. Ну, установить. У меня Ватсап-то появился год назад. Я ретро-град. 8 августа. Чуть-чуть раньше, по-моему, не помню. Я недавно установила Ватсап. Ну, я не особо такая продвинутая в этом плане. как это недавно? Уже вроде давно. Но больше года у меня Ватсап. Но не сразу, как там он появился, и все его установили. Вот если Телеграм проживет года два, то, может быть, я его установлю, может быть, он заслужит мою доверие. Он же уже давно. Не знаю, недавно. Пока вот ты рассказывала про пляжу, расскажи, в смысле, что ты вот занята делом, а не отвечанием на сообщения. Можешь рассказать про свой рабочий день, когда ты, например, шьешь, господи, не надо меня так смотреть. Так она есть. Неправда. Ой, я постоянно это слышу. Нет, я смотрю абсолютно нормально. И когда я буду смотреть с ненавистью, ты поймешь. Загорится стул. Я уже выйду. загорится стул. Все будет нормально. Нет, я просто... Ничего. Я не могу рассказать про свой рабочий день, просто потому, что я не имею графика. Ну, то есть, в принципе, все достаточно свободно. Хочу... Ну, меня же все называют творческой личностью. Я понимаю, что это с укором все говорится, но у меня нет графика. Я делаю, вот когда хочу. Главное начать. Но хочу-то я почти всегда знаю. Нет, просто есть определенные моменты. У всех есть свои ограничения. Допустим, у кого-то маленький ребенок, его нужно отвезти в сад, да, вот он под это подстраивается. Я метеочувствительный человек. Если я встала и дождь, все, пока дождь не закончится, я делать ничего не могу. Я говорю, я себя называю древним человеком, потому что у меня раскалывается голова от дождя. Я ничего с этим сделать не могу. Я не могу работать, когда у меня болит голова. Мне любой звук... То есть, зимой ты вообще не работаешь? Нет, зимой мне вообще супер. Я обожаю. А, ну у вас тут нет дождя зимой. А! Ну бывает, конечно. Я скажу зимой. На сильный дождь у меня конкретные реакции. На переменную давление у меня реакция. И вот пока я не приму таблеточку, пока в себя не приду, все, никакой работы быть не может. Был, что таблеточки помогают. Ну, еще пока да. Нет, у меня нет графика. Но я могу сказать, что я сова. Это не... Ну, я знаю, что все говорят, ой, это все придумано, это все просто нет графика. Нет, я сова. Даже когда я вставала в 4, там сколько-то там, я ездила на работу, вот в центре Москвы, у меня в 8 часов утра начинался рабочий день. Так вот, в 8 часов я начинала работать, а в час я просыпалась. Я понимаю это состояние. Я тоже, да, думаю. Я сова, и поэтому вставать раньше 9 утра для меня вообще не имеет никакого смысла. Я могу встать в 9 утра, у меня просто больше будет времени на ничего не делание. Работать я начну минимум в 12. А нет такого встать, то есть поработать чуть-чуть и пойти обратно спать? Нет, если я встала, то я встала до победного. Не сдаешься? Нельзя вот так вот просто взять и все бросить? у меня такие процессы масштабные разворачиваются, что это невозможно. А, ну да. Ну если ты начал, то ты должен уже делать все. Да, это не сел, повязал. Глупые вопросы задай какие-то. Нет, но если с сумками еще, конечно, можно делать перерывы, но я их не люблю. У меня вот этот вот, я думаю, что у многих людей такое есть, это из разряда, когда ты пишешь слово, в котором есть буква «ё», и если ты две точки над «ё» не поставил, то ты не успокоишься, пока ты их не поставишь. Это как незакрытые двери, невыключенный свет. Вот у меня так недоделанная работа. То есть я не могу спокойно жить, пока я не доделаю то, что я начала. Поэтому, но, как можно отметить, это не касается вязания. Поэтому у меня 75 начатых носков. Я не отношусь к этому абсолютно серьезно. Вообще, к вязанию я серьезно не отношусь. Ни в какую поставь. Пока никто, не получилось так, что ты навязала 5 одинаковых носков и решила, в смысле, 5 пар одинаковых носков и не решила 4 пары продать. Не поняла. Ну, как с сумками, типа. А, нет, носки я продавать не буду. Я на этом пойти не могу. Носки это драгоценность. У тебя есть помощники, которые помогают тебе? Да. Открылась вселенская тайна. Есть. Что они делают? Они помогают мне с посылками. Что они делают? С посылками мне помогают. То есть, а отправлять? Ну, где-то раз в месяц. Девочка, с которой мы вместе делаем альбомы, она отправляет все посылки. То есть, если я отправляю посылки в среднем, там, не знаю, 7 раз в месяц, примерно раз в месяц. А, ты точно часто отправляешь, то есть не раз в неделю, а несколько раз в неделю, да? Ну, в зависимости от того, как там складывается, конечно. Ну, то есть, если у меня есть, я не знаю, там. Ну, короче, это сложно сказать. Это вот я по обстоятельствам смотрю. Если я вижу, что у меня уже много заказов, что пора пойти на почту, вот, я беру еду и не жду там конца недели. Ну, по количеству, то есть. Один, два раза в неделю. Да, примерно так. Ты понимаешь, что вот это ты уже не утащишь, значит, пора пойти на почту. я езжу на такси, ничего страшного. 77 рублей до почты таксистой, чем тащить на своем. Почта очень далеко просто. А, еще, у тебя там уже знаю, а посылки ты все дома, да, все запаковываешь? Да, посылки запаковать-то долго, обычно это полночи у меня занимает. Это ужасно. Нет, ну, ты же сколько я могла бы шить? Да. А вместо этого запаковываешь, готов. Нет, мне очень приятно запаковывать. Ну, короче, когда я запаковываю посылку, и особенно если там как-нибудь вот одно мое любимое, ну, то есть та моя любимая из себя этого, и второе мое любимое, я думаю. Хоть бы из тебя красивые связали. Отмечают, когда вяжут, то есть отмечают, показывают, показывают, Коллекция у тебя должна быть уже целая? Ну, не знаю, там про коллекцию немножко есть. Я хотела еще спросить про мастерскую. Так. Опять этот взгляд. Ну. Он у меня один. Ну. Опять он. Он просто, я, видимо, кажется, что-то не то спросила, когда я его вижу. Я внимательно тебя слушаю, смотрю. Ты просто не понимаешь, что говорить, и что надо ли что-то говорить, и может быть пройдет так. Так что про мастерскую? У тебя есть мастерская. Угу. Прямо дома. Угу. Как так вышло? Ну, вот так вышло, что для двух людей в двухкомнатной квартире спокойно можно организовать отдельную спальню и отдельную мастерскую для человека, который работает из дома. А, ну, то есть просто как бы сделала такой домашний, как офис. Ну, мастерскую, да. Какие у меня логичные отношения. Вообще. Да. Да. И котам туда нельзя. Котам туда нельзя практически никогда, но когда они очень грустные, когда я с ними провожу очень мало времени, я все убираю, что может другим людям потом послаться. Вот. И пускаю их, да, они сидят со мной. А может, туда можно? Можно. Но ему там неинтересно. Он это называет твоя комната. Иди в свою комнату, да. Когда провинил, иди в свою комнату. А я, видимо, всегда провинившись. Потому что я все время в своей комнате. Ну, можно туда котам, но очень редко. Нет, когда я работаю, туда котам нельзя. Да вообще никто, кроме меня, не заходит, когда я работаю и когда не работаю. Лучше не заходить себе дороже, да? Ну, во-первых, там практически всегда творческий бардак. То есть, если там порядок, значит, я только что убралась и еще не успела поработать. Ну, потому что ну, шитье, это дело такое. Может быть, есть уникумы, которые могут что-то относительно массово шить и при этом у них будет всегда порядок? Я не могу. Я люблю порядок, но у меня не получается работать так, чтобы у меня был порядок. Ну, то есть, можно, но это будет очень медленно все идти. То есть, это я сделала что-то, убрала. Сделала, убрала. Проще разложить все так. Ну, будем считать, что разложить. Чтобы все было в легкой доступности. Руку протянул. Нет, это все вот так, и туда нужно куда-то засунуть руку и вытащить то, что тебе надо. Давай прокотов. А, ну, давай. Ну, Вот все, что в тебе накопилось. Вот нет этого взгляда, который был раньше. Сразу глаза горят. Нашла наконец-то нужную тему. Давай, у тебя их целых два. Точнее, один кот, одна кошка. Да. Ну, давай, как зовут? Где дела? Бейлис и Бронкс. Бейлис, это мальчик? Звезда Инстаграма? Ну, нет. Ну, он иногда появляется, но очень редко. Бронкс, это девочка. Они примерно одного возраста. Я их взяла с разницей где-то в полгода. Бейлис, это у моего папы в деревне. Короче, родила рыжая кошка двух котят. Они думали, что один мальчик и другой девочкой. Девочку отдали мне. А он мальчик. Да, он был Беллой долго. Вот, потом у Беллы выросли, значит, половые признаки и он оказался Бейлисом. Потому что я не придумала больше ничего созвучного с Беллой, потому что он уже откликался на Беллу. Белла. Я послушалась, он был Беллой. Не, он же был рыжий. Беллой. Беллой он не был никогда. Нет, ну, у него Беллой пузо, но не суть. Он просто Беллой. Беллой. Была же девочка. Вот, была Белла. Потом оказалось, что Белла мальчик и поэтому он стал Беллис. И он, в принципе, похож немного по цвету на Беллис. Вот, Беллис это очень ласковое и такое приставучее животное. Вот, толстенький такой. Ну, потому что он у нас немножечко больной. Не переживайте, мы его лечим. Мы на него хорошо ухаживаем. Вот, ну, в принципе, как и все кастрированные коты, он располнел, да. Он такой упитанный у нас. Сейчас еще более-менее он бывал и толще. Вот, а Бронкс это моя умница, моя красавица, моя любимая кошечка. Она у меня оказалась вместо работы. Я искала, когда была студенткой, в газете объявления смотрела о работе на лето. Вот, ну, что-то объявления про работу закончились, начались объявления про отдам в дар. Вот, и как бы мы с подругой... Это самая прекрасная история про котика. Вот, мы с подругой сидели, искали работу. Я говорю, слушай, тут котят отдают. Она говорит, посмотри на этого. А этот был еще худым, очень живым и вообще вел себя неадекватно. Ну, кот, он говорит, неужели тебе мало? Я говорю, ну, ему же скучно одному. И мы поехали и забрали... Я помню эту ошибку, мне так же было. Мы забрали эту кошку, она была настолько маленькой, и она была шоколадной, она была не черной, она была шоколадного цвета, она была чуть более пушистой, у нее на тот момент были, естественно, голубые глаза, как у всех котят, совсем маленьких. Она умещалась на ладошке, мы, значит, принесли ее домой с подругой, ну, ко мне домой. Она в прихожей постояла, посмотрела на тот момент огромного Бейлиса, пошипела на него, причем она была настолько маленькая, что даже не было слышно, что она шипит. Было просто видно, что на чем-то вот этом шоколадном фоне розовый язык, потому что вот рот открыт. Она на него пошипела и так устала шипеть, что прям тут же уснула. Вот. И я переживала, не будет ли он ее обижать, но нет, оказалось, что, короче, она его обижает все время. Она такая бой-баба у нас, но на самом деле статуэтка. Она маленькая, она так и не выросла, она как вот, как котенка. Котенок-подросток. Маленького размера и осталась. Да, она, ну, она, естественно, выросла с тех пор, но она маленькая, она совсем малюска. Без пузика. И она уже седая. А еле? Тоже около восьми. Вот ей, Беллису второго, ноября будет девять, а у нее где-то в мае день рождения, не знаю точно. Ты даже знаешь, когда день рождения у котов. Да, он скорпион, как и я. На день рождения в один день. Нет, не в один. С моей бабушкой в один день. Не в день рождения. У меня, кстати, недавно было у кота день рождения, я не поздравила. Кошмар. Я не думаю, что он заметил. Да, я тоже не думаю. Тем более, у остальных я вообще не знаю, когда день рождения. Ну да, так было бы и мобильным. Так, давай вернемся еще к работе. А ну давай, ладно. Котики за котиком было интересно. На самом деле, у меня буквально практически даже не осталось вопросов. Но главное, что я ничего по делу не сказала, ну ладно. Ну, мне кажется, главное, чтобы было захватывающе. Мы говорили, что тебе вроде бы все нравится, да? В целом, да. А вот вопрос в твоей работе, что ты пришла к успеху? А, к успеху? Нет, к успешному успеху я еще пока не пришла. Ну, мое понимание успешного успеха, оно, знаешь, такое, что я буду успевать делать все, что я хочу. То есть, вот это то, что тебе не нравится, что ты не успеваешь. Да. А все остальное вообще. Отлично. Блин. Это классно. Ну, как классно. Тебе хочется делать, а ты понимаешь, что я как классно. Мне очень много всего хочется. У меня есть штуки, раскроенные в марте. У тебя есть носки, связанные год назад наполовину? Неправда. Полгода? Неправда. В марте? Я все носки закончила примерно два месяца назад, у меня сейчас только свежак завалявшийся. А-а-а. Да. Ну, недавно были. Раечку, сколько ты вяжешь? Я Раечку давно довязала. Слушай, ты вообще не подготовилась. Да. У меня все смешалось в голове. Я Раечку вязала, наверное, долго, но там был просто очень большой перерыв. Связала-то я ее вот конкретно по времени быстро. А Раечку я закончила вот в видео, я ее показывала в последнем. У меня в этом году аж два видео было, прикинь. Нет, я, мне кажется, смотрела. Оно уже давно было. Да. Да, значит, я должна была. У меня видео раз в квартал. Нормально. Можно это, знаешь? У меня вар, май, по-моему. Август уже идет, но я не уверена, что в августе. Смотри, можешь не выпускать видео, выпусти подкаст. Давай. Сегодня будет видео вот в черный экран. я тут много рассказываю. Послушайте, пожалуйста. Да. Ой, сбилась в смысле, ну и ладно. Были у тебя какие-нибудь смешные случаи с клиентами, ну, с покупателями, получается, там, недопонимание или отправило что-то не то? Недопонимание полно у меня с клиентами, я так скажу. Потому что мне иногда сложно понять по сообщению, по-короткому, что, в чем проблема, что от меня хотят. И мне приходится задавать наводящие вопросы. Вот в этом, да, у меня недопонимание. Потому что я иногда по формулировке не могу понять. Косяки у меня были. Сейчас скажу. В январе, нет, в декабре я отправила посылку, не доложив одну пасму пряжи. Там была вообще придурочная ситуация в результате, потому что я уже не помню, то ли мне покупательница написала, что всё пришло, а вот этой пасмы нет. Я хватит, а правда пасма лежит на столе. А посылка в Москву, то есть она пришла очень быстро, я её просто так вбок отложила, видимо, когда запаковывала, и пасму не послала. Я побежала 29 декабря на почту, отправила эту пасму и забыла отправить трек покупательницы. И эта пасма вернулась ко мне. Это был вообще, это пасма путешественницы из Мутичьи Москвы обратно, это вот, я её второй раз ещё отправляла. В итоге она дошла? Да, вот, а ещё за всё время у меня недавно был первый провал по сроку. Я пропустила заказ, когда я собирала заказы, вот они на сайте у тебя, нет, у меня 5 рабочих дней отправка, на сайте, ну, формируются как бы строчками, вот так заказы идут, и как назло в этот день меня отключили интернет, и когда я собираю с компьютера по строчкам смотрю, я никогда не пропускала заказы, а я смотрела с мобильного интернета через телефон просто по письмам оповещениям о заказах, и я пропустила один заказ и послала его, получается, на 6 рабочий день. То есть, те заказы я отправила быстро, и мне было так обидно, что я вот те заказы, среди которых был этот, отправил чуть ли не на следующий день после заказа, этот пропустил, ну, я извинилась перед женщиной, положила ей бонус-трек в этот посылку, ну, мыло я ей подарила за свой счет, вот, ну, на том и сошлись. То есть, я, я, предложила варианты, так как я не исполнила условия, которые я обещала, я предложила либо вернуть деньги в полном объеме, либо что-то другое, ну, какую компенсацию, предложила несколько вариантов. В принципе, все. Вот. Ну, вот именно по моим каким-то там вот косякам. Наверняка что-то было еще, ну, по мелочи такое, то есть, вот не доложить пастму и отправить не в срок, я считаю, это серьезная ошибка. А остальное наверняка было много, но я не запоминаю. А в процессе производства там покрасила себе случайно руки, волосы или кота или кота. Нет. Нет, ну, конечно, когда красишь все в краске, то потом оттираешь и руки сине-зеленые у меня, ну, такие прям, потому что перчатки рвутся, потому что это все, ну, это горячее. Режу постоянно руки, когда раскраю, у меня всегда вот заботливая Катя подарила мне пластырь, прислала мне классный пластырь, упаковку пластыря, потому что я всегда с порезанными руками, когда работаю. Ну, это такие мелочи, просто нож острый и как бы так по пальцу. За навески не прошивала, все в порядке. Аккуратно. Нет. Ну, ничего такого не припоминаю, нет. 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 Даже, ну, ничего интересного не рассказать. Я бы рассказала, если бы было, но... Ну, ладно, ничего страшного, мы переживем. Но только сайт у меня виснет постоянно. А ты сайт не думаешь переносить куда-то на более... Думаю, но пока не знаю. То есть конкретно сейчас со мной бесполезно разговаривать предметно про работу, потому что я немножко сейчас у меня другим голова занята, поэтому... Я обрывками думаю, конечно, урывками про работу, но так как у меня на это всего получается один день в неделю остается, я надеюсь, что сегодня вечером я успею намотать на несколько пасов в полоске пряжу. Я надеюсь, что это очень долго. У тебя же совсем не так давно появилась пряжа в полосочке. Да, в полоску. Расскажи мне свои впечатления о том, как ты это красила. Ну, в смысле, не как проходил процесс покраски, а свои впечатления. Свои впечатления? Понравилось тебе? Нет. Мне очень понравился результат, и мне не нравится... Ну, как понравилось тебе? Мне очень нравится красить в той технике, в которой я крашу обычно секционку, то есть я получаю массу удовольствия. А тут другая техника совершенно. Она требует очень-очень долгой подготовки, и миллиметровой точности, и всякое такое. А творчества там не так много, только подбираешь цвета. И, ну, это нюансы именно покраски. Мне очень нравится результат, но в процессе творчества вот именно моей вот отдушины, то, что мне нравится в крашении пряжи, намного меньше, потому что, ну, всё это вот размешал, там, не знаю, четыре цвета составил, и всё. Ну, на четыре полоски. На этом всё закончилось. Но пряжа это как бы мне нравится, но она под большим вопросом, она, скорее всего, будет редко появляться, потому что просто колоссально затратная по времени. То есть, когда уж совсем возьмёшь себя в руки, чтобы сделать что-то с суперклассной, полоски? Полоски, короче, это сложно, потому что цвет не всегда получается именно таким, как ты его размешал. Вот ты чуть-чуть пересыпал другого цвета. Цвет, это же не просто насыпать там что-то или налить что-то, ты должен составить цвет из разных ингредиентов. И получается, что... Пошли секретики. Ну, а что, нет, а что секретного, что для того, чтобы сделать такой-то цвет, нужно снижать жёлтый и зелёным, ничего не секретного нет. Я не представляю, как там происходит процесс окрашивания. Если смешать синий и красный, то что получится? Ну, почему ты мне задаешь такие проблемы? У меня проблемы с цветами. Ну, короче, вот так вот это и работает. Если все засыпать, то, наверное, чёрный. Нет. Коричневый? Да. Чёрт. Даже видишь, я говорю, у меня проблемы с цветами. Ну, скорее коричневый, да. Ну, это считаются цвета. Некоторые цвета, вот мои любимые, как назло, они состоят из трёх и более цветов. Поэтому нужно сначала размешать цвета, которые у тебя будут в этом. То есть, каждый цвет составить из нескольких цветов. И только потом ты начинаешь красить. Вот. А тут не так интересно. Потому что ты намешал четыре цвета и всё. И красишь вот этим. Вот эти и красишь. Творчества мало. Только намешать четыре цвета. Пришли тут со своими полосками скучными. Нет, ну мне просто очень нравится результат. Мне нравятся носки. Ну, просто мне нравятся носки. Начнём с этого. И носки в полоску вязать очень прикольно. Это очень, очень захватывает. Вот вязать однотонные носки или вязать носки из секционки или вязать носки в полоску, это же разные вещи. Потому что... А какого у тебя носков? Вязаных? Ой, мало, не знаю. Да ладно, мало, ты их столько навязала. Мне мало. И куда они все ушли? В ящик на данный момент. Сейчас, пока мне жарко у них будет. Но, нет, я летом дома тоже ношу. Я думаю, что у меня максимум десять пар. Мало. Мало. Мало десять пар шерстяных носков. Для меня это мало. Я поняла. Мало. Десять пар. Мало? Мало. У меня три. Нет, для меня это мало. Моя цель навязать столько носков, чтобы у меня хватало, чтобы я могла вот так их носить, бросать в стирку, бросать в стирку и чтобы у меня была отдельная стирка носков темных и отдельная стирка носков светлых. Шерстяных при этом. Ну да, чтобы я их все стирала вместе на подходящем режиме, не так, как я их сейчас негуманно к с ними обращаюсь. Ну то есть я со всей одежды их стираю. А они нормально выживают? То есть пряжи выдерживают? Ну это же супер-вош. Что с ними будет? Ну да, логично. Ну а так бы я могла бы специальным средством их стирать, но я же не буду джинсы стирать специальным средством из-за того, что там носки. Джинсам вообще пофиг на средства для шерсти, я думаю. Короче, мало у меня. У меня бы рука не поднялась джинсы вылить. всё равно. Не заслужили они средства для шерсти. Не, на самом деле у меня средство типа без запаха, но на самом деле оно пахнет отсутствием запаха. Соды, что ли? Я не знаю, но от него как будто бы запах шерсти есть. ну вот так вот оно немножечко странно пахнет. У меня есть средство экологическое для мытья посуды и овощей и фруктов. Мне не нравится, как оно пахнет. Оно пахнет ничем, но оно невкусно пахнет. Ну вот у меня тоже ситуация. Пахнет ничем, но невкусно пахнет ничем. Соды, ну вот как-то соды отдаёт. Оно же всё на основе соды и что-то там... Ну может, я просто не знаю, как пахнет сода. Сама по себе она не пахнет. Ну ладно, не сойте. Вот, на самом деле мы уже, наверное, всё. Может быть, у тебя есть какой-то лайфхак для людей, которые вот собираются тоже всё продавать. Может, он касается шитья или покраски или сбора заказов или обработки заказов. Вот. Есть масса. масса соображений, как улучшить дело, да? Нет. Первое, как... Ну я же говорю то, что думаю я. Принимать это как руководство к действию совершенно не обязательно. Это просто мои принципы. Можно принять, а потом обвинить. Ну, предъявить. Да. Нет. На мой взгляд... Да. Нет. Нет, да. Девушка, что это вы нам посоветовали? Не работает. Нет. На мой взгляд, худший путь и вообще путь в никуда это копирование. То есть пытаться повторить... То есть мы все, когда что-то начинаем делать, мы начинаем это делать, потому что мы где-то это увидели и хотим что-то такое же. Ну, что-то похожее на это. И думаем, я могу сделать это сам. Так вот, это провальный путь. Ну, лично для меня это провальный путь. Я поначалу пыталась сделать как у кого-то. И поняла, что все равно ты не сделаешь хорошо, ну, то есть ты не сделаешь лучше оригинала. Ну, не сделаешь. Делай свое. Ну, то есть можно взять за основу оригинал, но сделать... Ну, то есть не... не стесняться пойти дальше своим путем. идеи взять и развивать. Нет. Все идеи уже взяты, вы знаете ли. Ну, я имею в виду то, что можно попробовать что-то копировать и брать идеи за основы и что-то там развивать и все такое, но это путь в никуда. Ну, реально в никуда. Ты будешь один из миллиона. Вот только тогда, когда ты начинаешь делать именно то, что тебе нравится, тебе начинает хотеться быть в этом лучше, чем ты есть сейчас, потому что у тебя появляются новые желания. Ага, я научился так, давай я теперь научусь еще вот этому, вот этому и вот этому. Раз я это уже умею делать, сейчас я смогу вот это сделать. И вот когда вот этот рост происходит, вот тогда начинается уже что-то нормальное. А до этого это все баловство. Вот эти попытки повторять, вот эти потуги, что-то там изобразить то, что уже есть. Это все работает, только когда ты хочешь сделать одну вещь для себя, я так считаю. а десятый... Не знаю, мне сложно сформулировать мысль емко и кратко. То есть я это все понимаю, сказать не могу, вот как собака, да. Я вот тоже хочу что-то возразить, а сформулировать не могу. Посидим, помолчим. Ну, это надо как-то сформулировать более емко. А то я буду так говорить без конца и так и не скажу то, что я имею в виду. Давай конкретику. Вот я смотрю, что есть очень много сумок проектных сейчас, их стало очень много. Я, конечно, не хочу сказать, что я тут первопроходец на, не знаю, на поле русских проектных сумок, скажем так, да, на пространстве постсоветском. Но когда я начинала этим заниматься, примерно год назад, этого почти не было. Ну, то есть я не могу сказать, что этого не было, потому что я просто этого не видела. Но пряжа крашенная была. Была какая-то, да. Но я и сейчас не знаю, кто этим занимается. Ну, вот мне попадается иногда, так как я подписана на некоторые теги, я вижу, ого, наши по-русски говорят и пряжу красят. Ну, ладно, не суть. Так, дай и заносим. Значит, нужно ответ на этот вопрос. Короче, самый простой способ понять, выгорит или нет, это начать делать. Тут всё зависит от того, насколько человек рисковый. Я не рисковая, поэтому я всё вот такими шажочками делаю. Я сейчас показываю. Показываю маленькие шажочки, если что. Меньше дюйма. Нет, это как раз дюйм получается. Вот. Вот дюйм. Давай измерим. Ну, меньше же. А, ты от кончика... Не суть, короче, между пальцами маленькими шажочками. Есть люди рисковые. Это из разряда, которые, я не знаю, вот им захотелось что-то делать, они готовы взять кредит, и вот они будут нанимать каких-то людей и так далее. Я не рисковая, поэтому я делала малепусечными шажочками это всё. Но ты и не планировала массовое производство. Нет. Мне кажется, что в тот момент, если, точнее, если это всё станет массовым производством, это потеряет своё лицо. То есть, на мой взгляд, вся моя концепция в том, что это эксклюзив. Ну, в прямом смысле этого слова. То есть, это ограниченный выпуск и больше такого... Ну, нельзя сделать точно такое уже. При всём желании я не смогу. Вот и всё. Но это касательно пряжи. И сумок. А сумки тоже. Я не смогу сделать точно так же. Я чаще всего покупаю ткань, я иду целенаправленно туда, где в магазинах остатки. Не то, что там подешевле, а то, чтобы этого больше не было. И из этого выбираю. Потому что, к сожалению, очень у нас любят копировать, и мне это не нравится. Я не люблю это. Я не люблю, когда копируют. Как бы мне все говорят, ну, чё ты так к этому относишься? А я плохо отношусь. Не, ну, я с тобой согласна, что когда именно копируют и стараются именно повторить вот то же самое, вот всё то же самое, это мерзко. Не стоит так делать. Получается, делать какую-то свою рекламу за счёт другого человека, ну, это нет. А можно, как мне кажется, всё-таки, знаешь, брать за основу чужие работы. Ну, даже вот увидеть проектную сумку, да, посмотреть. А вы даже... Подождите. Проектную сумку я не изобретала. Нет, нет, увидеть конкретную модель проектной сумки, увидеть, например, несколько моделей, мне там нравится тут карман, внутри мне там нравится то, снаружи мне нравится это и из этого собрать какую-то свою модель. Почему нет? Нет, так никто же мне говорит, что это плохо. Ну, так, ну, по сути, ты всё повторила, но по чуть-чуть. Вот. Или даже взять одну модель. Так, слушай, в мире всё изобретено. Ну, как бы, да, всё, я про это и... Под копирку не надо, потому что это не надо. Уже сделали, зачем ты повторяешь? Ну, то есть, ты всё равно не сделаешь так, как сделали оригинал. это как бы... В чём смысл? В случае нет, да, ну, смысл в том, что, ну, типа такое же, не знаю, может быть дешевле, может быть... Да 100% дешевле, но... Реклама, то, что вот за счёт другого ума, а у меня такое же, вы же такое же покупаете, ну, как китайская подделка. Китайская подделка это вообще совершенно другое. Ну, как на Алиэкспрессе. Ну, не суть. Ладно, нет, это сложная тема и... Ну, у нас тут уже второй час пошёл. Ну, ладно, что-то... Ну, это... Это так... Это... Это не вопрос, на который надо ответить. Это просто предмет для обсуждения, я считаю так. Потому что, вот сколько будет людей, столько будет мнений по этому вопросу. В чём-то они будут сходиться, в чём-то эти мнения будут расходиться, но 100% что... Я не могу дать чёткий ответ. Короче, я просила лайфхак, и я его получила. Не копируйте. Делайте своё. Ну, давайте начнём с того, что если речь идёт про то, что нужно что-то продавать, так? Тут же типа про зарабатывание денег, правильно? Правильно? Вот. Если нужно что-то продавать, то для того, чтобы что-то предложить, нужно выявить потребности потребителя. Исследовать. Ну, грубо говоря. Замечательно, если вы сами являетесь потребителем. Ну, то есть, я являюсь потребителем своего продукта. Я делаю то, что мне кажется, я бы купила. То есть, если бы я это не делала, если бы я это увидела, я бы, наверное, это купила. За эти деньги конкретно эту вещь. Соответственно, получается, что я делаю сумки разного вида, предполагая, что эта сумка для этого, эта сумка для этого. Эти носки я покрасила так, потому что это будет не марка, но при этом оно симпатичное. Ну, то есть, скажем, вот, ой, Аня, ты мрачноту, мрачноту красишь. Зато моя мрачнота выглядит прилично. Ну, как бы, да, зато ты их наденешь, поносишь их всю зиму. Ты придешь к кому-то в гости и не уйдешь с черными пяточками. Понимаете? Вдруг там полы не моют или там, вот, шерсти много на полу. Соответственно, поэтому у меня мало светлой пряжи. Ну, мало. Если объективно посмотреть, светлая пряжа бывает, но ее мало, потому что это, на мой взгляд, непрактично. Нужно, чтобы это не на стенку были носки, а чтобы человек-то носил и радовался. Парадно-выходные носки. У меня есть, да, парадные носки. Носки в босоножке. Не знаю, шерстяные носки. На ваше питерское лето, да? Да, под дождь зимой и этой носке в босоножке. Ну, суть такая, что, первое, нужно делать то, что тебе нравится. Это первое. Второе, в этом расти, стараться развиваться, не ограничиваться. Можно оставаться на плаву только, если ты постоянно куда-то карабкаешься. Только в этом случае. Ну, на мой взгляд. И в-третьих, ну, на мой взгляд, не втюхивать никому ничего. Я просто это терпеть не могу. Ну, да. Это просто мои принципы. Маркетологи вам скажут, конечно же, обратное. Ну, одно дело втюхивать, другое дело предлагать. Мне кажется, что я достаточно предлагаю. Мне кажется. Вот есть, если хотите, вы можете приобрести. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. На почту. Да, на почту. То есть, смысл такой, да. У меня это так выглядит. Но то, что это супер сумка, она последняя, это супер последняя пасма. У меня бывали поначалу такие партии, где каждая пасма была последней. И что теперь? Когда я только-только начинала, у меня было, то есть, у меня постепенно идёт прирост оборота, именно не оборота, а количество там сумок и пасм в одну партию. С прошлых раз, получается, ещё остаются какие-то? Или всё время ты просто каждый раз больше красишь? Или что? Нет. Ну, то есть, у тебя увеличивается количество товара, который ты можешь предложить. Да. Вот. То есть, ты его изготавливаешь, чем дальше, тем больше. Да. А, ну, то есть, я оптимизирую процесс, я научаюсь, и получается, что каждый раз я делаю всё быстрее и быстрее. У меня занимают определённые операции всё меньше и меньше времени. Вот и всё. И это, ну, как бы, знаешь, с одной стороны, это очень интересный момент. Это можно подумать, что, если у меня это занимает мало времени сейчас, то типа это должно стоить дешевле. Нет, ну, это же долгий путь к малому времени. но с той же колокольной, просто люди как-то, я заметила, некоторые считают исключительно, ну, конечную стоимость продукта, они высчитывают исключительно как-то по какой-то схеме, где они умножают свои то ли человека часы, то ли что-то типа этого. Но это же только ваши проблемы, что вы сидите и очень медленно всё делаете. Вы можете медленно делать и некачественно, можете медленно и качественно, можете быстро и некачественно, можете быстрее и качественно. Но это... Почему люди должны платить за то, что вы сидели и корм comen ситу смотрели вместо того, чтобы делать своё дело, за которое вам платить. Ну, то есть цена неадекватная, конечно. Хотя адекватность цены мы никогда не узнаем. Я повторюсь, я раньше считала... Кто-то готов эти деньги отдать за такую вещь, кто-то не готов. Ну, и ладно. Есть люди, которые мне говорят, что у меня низкая цена за то, что я делаю? Ну, мне тоже так показалось, когда я первый раз увидела цену, я ожидала больше. Вот. Есть люди, которые... Именно на сумке. Грубо говорят о том, что это очень много. Грубо говорят. Ну, в грубой форме, я имею в виду. Всё. Я стараюсь всё-таки держаться в пределе того, чтобы это было и мне необедно, и людям доступно. Я не хочу, чтобы это было какой-то недосягаемой мечтой, там, из разряда, ну, не знаю, ну, понимаешь, да? Это я образно говорю, что не может быть сумка проектная, недосягаемой мечтой. Но, допустим, для среднего, наверное, заработка по России это дорогая вещь. Вот, если смотреть правде в глаза... Ну, по России. Ну, я не знаю по России, ну, допустим, я из города Великие Луки, Псковской области. Сто тысяч населения в городе. Не особо там много работы, насколько я знаю. И я не знаю, так как я там очень давно не живу, но вроде как средняя зарплата около 14 тысяч рублей в месяц. Если мы говорим про сумку за две, то это дорого. Ну, да. В процентном соотношении это дорого. Ну, для маленьких городов, конечно, это дорого. Но это же не значит, что этот человек, который живёт в Великих Луках и получает эту зарплату, не сможет никогда себе купить эту сумку. Ну, сошьёт на крайне акси. Но я считаю, что это досягаемо. У меня есть вещи, которые для моего достатка я считаю дорогими. Но если мне хочется, я отложу тут деньги, тут деньги, я куплю это. Вот я хочу, чтобы всё-таки это было чем-то более или менее доступным. Надо, чтобы... Ну, учитывая весь процесс производства, да, оно, по идее, должно быть дороже. Ну, да. Ну, учитывая вот все абсолютно нюансы, если вот так по-хорошему, то я очень много работаю за ту сумму, которую я получаю. То есть можно работать гораздо меньше за эти деньги на другой работу. Ну, процесс оптимизируется, теперь ты, может, будешь поменьше работать, наймёшь себе китайцев, откроешь подпольную мастерскую. Какие китайцы? Они будут тебе выкрахи делать. Во-первых, это сейчас некорректно прозвучало. Это вообще какой-то нацизм, расизм и всё такое. Что это за... Ну, нельзя так прокидаться. Наймёшь себе наёмных рабочих. Откроешь подпольную мастерскую. Нет, я так не хочу всё-таки. Дешёвую рабочую силу. Нет, не хочу. Я хочу, чтобы все люди... Мне не нужна дешёвая рабочая сила. Я хочу, чтобы все люди получали достойную оплату за свой труд. Тебе, кстати, не стыдно, когда на Алиэкспрессе что-то... Ты заказываешь там что-то? Заказывала что-то. Тебе не стыдно за такую стоимость было это заказывать? Что? Не знаю. Я просто помню свои впечатления, когда я первый раз открыла Алиэкспресс и посмотрела, сколько там... На что я смотрела? Какие-то пеналы там для карандашей. Ну, вот на такое я посмотрела, сколько они стоят. Мне стало так стыдно, что вот они стоят 50 рублей. Ещё почта. А люди... Китайцы вообще что-то зарабатывают на этом? Или нет? Учитывая, что этот пенал шьётся за 2 минуты, они неплохо зарабатывают. Не переживай за них. Я уже не переживаю. Я просто свои первые впечатления помню. И всё. Ну, за 50 рублей очень маленькая вероятность, что тебе придёт хороший пенал. Ну, это... Ну, я думаю... Нет, конечно, я там что-то заказывала, но, в принципе, всегда... Сколько ты заплатил, вот ровно на столько ты и получаешь. Ничего там сверхдешёвого я не увидела. Ну, то есть, если ты заплатил более-менее адекватные деньги, ты получишь более-менее адекватное качество. Если ты заплатил 3 копейки, то тебе там будет плевог в душу. В пакетике из Китая. Просто всё. Тут всё логично. Можно без зазрения совести брать самое дешёвое, что ты найдёшь из-за того, что тебе нужно. Послушай, вот это... Вот эта вот история про китайцев, жалко китайцев. Вот за такие деньги они делают. Марина, мы сейчас сидим в столице страны третьего мира. Нас тоже жалеют. Нас очень сильно жалеют, поверь мне. Те деньги, которые для нас кажутся большими, для кого-то это просто копейки. Поэтому всё относительно. Можно заказывать на Алиэкспрессе дальше и не париться. Помочь ребятам. Ну, они работают, стараются. Пишут тебе мои dear friend. Вот это вот. Нет, ну, просто, на самом деле, действительно возникло в голове, ну, вот какая же себестоимость вот этого всего, если они же ещё должны прибыль получить, или у них настолько отличается курс. Так тебя себестоимость или китайцы волнуют? То есть, я про себестоимость уже говоришь. Это всё делается промышленным масштабом, понимаешь? Ну, то есть, они на фабрике это делают и что-то себе забирают просто. Или как это происходит тогда? Слушай, ну, я там не работала, я тебе, конечно, сейчас таких инсайдов не расскажу. Они же не долг шьют. Я не, нет, ну, и какие-то цеха. Ну, кстати, очень много статей на русском языке. Как производятся товары в Китае? Можешь посмотреть с фотографиями, можешь поплакать там. Не буду я плакать, мне просто возникла мысль. Но в плохих условиях, да. По нашим меркам в плохих условиях. По меркам, может быть, я не знаю, каких-то других стран. Мы в плохих условиях. Особенно люди из великих лук, которые для того, чтобы купить твою сумку. Ой, ну не делай из меня лакшери. Сколько месяцев должны откладывать зарплату? В великих луках тоже можно зарабатывать больше деньги. Да ладно, нет. На самом деле, всё-таки твои сумки, в них цена отнюдь невысокая. Нормально. Нет, ну, вполне. Даже действительно она немного низкая. То есть я ожидала увидеть больше. Что она будет стоить? Я стараюсь. Да, так что... Я езжу ещё подешевле, где ткань купить. Так побольше выкрыть. Я ругалась, да, в магазине несколько раз. Потому что они мне там криво отрезают. А у меня всё до сантиметра отрезают. Я говорю, вы понимаете? Говорю, вот у меня прямоугольника не хватит здесь. Но правда, это же всё складывается. Когда мне говорят, сколько будет стоить эта сумка, которую, допустим, я показала, но я ещё не дошила эту партию, но показала, что вот такая будет. И я людям отвечаю, я ещё не считала. Потому что на каждую сумку я считаю себестоимость. Исходя из этого, добавляю уже всё остальное. То есть я сначала считаю чётко цену материала. Дальше я считаю амортизацию оборудования по коэффициенту. Это парогенератор, стиральная машина, швейная машина, иглы, ножи, коврики. Вот это вот всё. Электричество. Ну, электричества мало. А вот обслуживание, да. Ну, швейные машины, у неё тоже есть запас какой-то прочности, скажем так. И у тебя нормальные есть формулы, то есть там для расчёта. Нет, я сначала по одному считала, сейчас я стала считать более приземлённой. Это уже не формула какая-то. Я считаю, что там, допустим, за, не знаю, там, за партию сумок я могу сломать одну иглу. Вот эта сломанная игла входит туда. Я потратила столько-то катушек, ниток, это туда. То, что мне нужно, там, машинное масло будет купить, раз столько-то сумок, это в каждую сумку вкладывать. Ну, то есть в такие вот мелочи. Вот. А то, что там сломается машина, нет, за это покупатель не платит, за это плачу я из своих заработанных крованых денег. А парогенератор, как ты его учитываешь? Никак. А то есть это было просто громко сказано? И так же, как и стиральная машина? Нет, стиральная машина, подождите, я же со средствами к нам вернула. Всё это считается? Нет, у меня есть понимание того, что, допустим, у меня были месяца, когда я не работала. Так вот, электроэнергии на 200 рублей меньше, между прочим, было. Ну, 200 рублей. На самом деле я стала считать по-другому. Я просто высчитывала среднюю цену всего на какое-то большое количество. И дальше это добавляется к каждой сумке. Вот и всё. Потому что я не могу высчитать на вот такую сумку, что будет вот столько воды из парогенератора потраслено, а вот на такую вот столько. Я просто делю, но это получается небольшая сумма, примерно в 20 рублей. Но всё равно прикольно, что всё так учтено. У меня не хватает. Ну, всё, да, учтено. А как иначе? Всё, будем заканчивать? Я думаю. Вот я прощаться не умею. Всё, пока. Ну, подожди, давай я там поблагодарю. Спасибо. До свидания. До свидания. Обращайтесь. На самом деле было интересно. Вот, может быть, вопросы были немного сумбурные. Вот, ответы были слегка расплывчатыми иногда. Но было интересно. Надеюсь, понравилось не только мне. Это всё очень субъективно просто. Ну, субъективно. Узнаешь так мнение одного, другого, третьего. Может, своё заведётся. Хорошо прозвучало. Я не пытаюсь никого опустить. Я, может, про себя говорю. Короче, спасибо. До скорых встреч. Нет, давай нормально, прощайся. Это что? Запоминают по прощанию. Прощайся нормально. Так, с нами была... Анна Викторовна. Анна Викторовна. Да, тут кафедру швей. С нами была Анна Викторовна. Мастер швейных дел. Нет, Марина, давай нормально, прощайся. Мастер швейных и пряха. И крошение пряжи. А как нормально? С нами была Аня. Жиши. Жиши. Вяжи не тоже. Аня, жиши. Вяжи не тоже. Пряжу купи. Сумку положи. Да, примерно так. Мне кажется, мы слоган себе придумали. У меня знаешь, сколько этих слоганов уже было? Знаете, жиши. Если вдруг вы её не знаете, заходите на сайт. Я думаю, вы и так все её знаете. Ой, мне так нравится, как это звучит. Ну, я думаю, Аня Жильцова все знают. Конечно, все. Ну, извините, сколько мы тут сидим? Уже все узнали. Как можно было не узнать? Я так всегда радуюсь. Ну, Аня, уже все знают. Ну, конечно, все знают. Ну, конечно, все. Вот особенно те, кто... Я по улице пройти спокойно не могу. Да, я видела, какие папарацци за тобой бежали вон толпой. Только так увидела. Так бы подошла к кому-нибудь другому пристал его. Ну, ладно. Не все её знают. Ладно, хватит девать тут, я говорю. Так, всё. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Ну, ничего. Это плохой конец. Кивки не видно, да? Нет. В подкасте не видно кивки. И вот это не видно. Вот это это был дюйм. Я уже забыла, про что была речь. Короче, ты сможешь, в принципе, из всех этих прощаний нарезать что-нибудь. Как робот. Вот этот, по телефону, который тебе звонит и говорит. Голосовое меню. Ладно, давай я сейчас ещё раз скажу всем пока, потом ты скажешь пока. Хорошо. Без всяких. Я справлю. Вы её все знаете сейчас. Всем пока, всем спасибо за внимание. С нами была Аня Жиши. Вяжи, не тужи. Хватит жжать. Говори нормально. Пряжу купи. Смотри, ты знаешь, что сказать. Положи. Я могу сказать просто. Всего вам доброго. Пока. До новых встреч. Спасибо всем за внимание. Вы молодцы, что дослушали до конца. Это наверняка было очень сложно. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Рассказывайте обязательно друзьям. Если не понравилось, я буду рада услышать от вас, что именно не понравилось и как это можно улучшить. Всё, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.